Ирисы вообще считаются мужским цветком. В Японии как раз-таки на мужской день дарят ирисы. Флорисы утверждают, все больше прекрасных дам дарят своим защитникам букеты цветов. Они отличаются от женских строгими формами, четкими ленями и выдержанностью оттенков. Единственное условие, которым следует руководствоваться при выборе букета, это темперамент и характер человека. Нужно думать, какому мужчине дарить букет. Потому что есть мужчины строгие, сдержанные, а есть романтики, художники. То есть это тоже имеет место быть. Так же, как и возраст, имеет большое значение. Все чаще букеты используют как цветочное оформление подарков. К примеру, в центр букета помещают галстук, ремень или ручку. Иркутянки также дарят и цветы в горшочках. В топе продажи Америлис, Антуриал, Бамбук. Все же за цветами 23 февраля пойдут не все. Как показывает многолетняя практика, презенты будут искать в магазинах города. Самый популярный подарок представителю сильного пола – Бодовольно-Банали. Мужская косметика и парфюмерия. Ими одаривают 40% мужчин. На втором месте одежда и обувь, в том числе носки, тапочки и футболки. Их получают 25% защитников. Не вступают в популярности такие презенты, как кружки, набор фляжек, блокноты, ручки, автомобильные аксессуары – 19%. И замыкают рейтинг сувениры. Их дарит 10% женщин своим мужчинам. Но все же некоторые дамы стараются придать презентам больше оригинальности и неожиданности. Дарят не вещи, а впечатления. Тут главное знать наверняка, какие именно. И на этом поприще предложение у ивент-агентств. На любой вкус и кошелек. Это могут быть билеты на концерт, экскурсии в необычные места, прыжок с паражутом, занятия дайвингом и многое другое. Есть аттракцион «Кривых зеркал» и аттракцион «Ингреберт», сейчас в последнее время очень популярный в Иркутске. Также есть несколько концепций. Такая спортивная концепция – это Олимпийские игры, потому что у нас Олимпийский год впереди. Поэтому такие оригинальные Олимпийские игры, что еще по-прежнему актуальны в тимбилдинге. Некоторые клиенты объединяют 23 февраля и 8 марта, то есть с целью, может быть, экономии, может быть, чтобы все-таки участвовали все. К выбору подарка ко Дню Защитника Отечества стоит подходить с умом. Нужно учитывать основное правило. Вещь должна выполнять активную функцию, а не быть простой безделушкой, с помощью которой можно откупиться. Ведь не зря в народе говорят, как 23 февраля аухнется, так и 8 марта откликнется. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас.